Подробнее о том, что сейчас происходит в Молдове, какие риски, опасности представляет для этой страны Москва, мы будем говорить с депутатом парламента Республики Молдова, известным политиком Оазу Нантоем. Оазу, я вас приветствую, рад видеть. Добрый день, спасибо за лестное представление. Смотрите, мы действительно все следим за Молдовой, Молдова это дружественная страна для Украины. И мы уже замечаем, что каждый раз, когда есть какой-то политический цикл, когда заканчивается одна каденция, другая, начинается президент или парламент, Россия всегда в этот момент вмешивается. Насколько сейчас такой момент риска? Давайте шире поговорим о том, насколько сейчас опасно. С вашего позволения я сделаю очень короткий экскурс, чтобы понять, что происходит сегодня. Во-первых, если вспомним великий и могучий Советский Союз, то мы все вместе, кто жили, были единым советским народом. Но когда Советский Союз развалился, оказалось, что 15 бывших союзных республик идут по очень разным траекториям. Не буду упоминать Туркмению, но могу напомнить, что прибалтийские государства еще 20 лет назад стали членами Евросоюза и Североатлантического агентства. Молдова — это такой специфический случай, когда вначале сталинский режим создал Молдавскую Советскую Социалистическую Республику, правоприемницами которой мы являемся. И на протяжении полувека после 40-го года Советский Союз усиленно создавал Молдавскую Советскую Социалистическую Нацию, отличающуюся от Румынии, и усиленно насаждал румынофобию в нашем обществе. Что произошло после развала СССР? После развала СССР ситуация была немногим лучше, потому что наш политический спектр отражал наши диагнозы. Так называемые левые партии усиленно эксплуатировали ностальгию по советскому прошлому, а правые партии усиленно эксплуатировали ностальгию по тем 22 годам, когда Бессарабия между 1918 и 1940 годами была в составе Румынии. И тот, и другой фланг усиленно занимался расколом общества, а иногда даже и антагонизацией. Впервые за 30 лет в 20-м году, 15 ноября 2020 года, когда состоялся второй тур президентских выборов, мы увидели, что общество консолидировалось, невзирая на этнолингвистические различия и так далее, и так далее. Тогда общество было объединено единой целью — избавиться от подзорного статуса захваченного государства, который олицетворял некто Плохотнюк. А Илон Шор не был никаким олигархом, он был исполнителем воли Плохотнюка. Но это объединение граждан проходит сейчас через очень жёсткие испытания. На нас навалился ковид, война в Украине, беженцы из Украины, энергетический кризис, провоцированный «Газпромом». И сейчас Кремль усиленно пытается раскалывать и антагонизировать наше общество. И вот эти информационные войны, гибридные войны, разного рода видеоматериалы, которые создаются deepfake и так далее, искусственным интеллектом, они рассчитаны на то, что в молдавском обществе спровоцировать ментальный хаос, управляемый из Кремля. И мы видим очень простую картину, когда в Москве выходит к рампе небезызвестная Мария Захарова или даже Сергей Лавров, или кто-то из пирамиды халуёв путинских запускает какую-то нелепицу, и эта нелепица усиленно подхватывается теми, которые мы называем пятой колонной здесь, в республике Молдов. Это список достаточно репрезентативный. Первое. Майя Санду ведёт страну по украинскому сценарию. Майя Санду — это значит война. Европейская интеграция — это значит, молдовы затащат в НАТО. И последнее, что появилось здесь с датой 9 мая, то, что мы здесь, в Молдове, занимаемся реабилитацией нацизма. То есть всё очень просто. Дирижёры и сценаристы находятся в Кремле, а исполнители находятся, к сожалению, в Молдове. А тот факт, что 25 апреля этого года в Москве состоялось это сборище под названием «Создание политического блока Победа», я их называю «коричнево-рубашечники путинского фашизма», которые должны сыграть роль политического вагнера в дестабилизации ситуации в республике Молдова. Когда мы говорим о планах Кремля применительно к Молдове, то здесь не должно быть никаких иллюзий, потому что Путину не нужны картинки протестующими на площади. Путину нужно свержение нынешней власти и возврат Молдовы под контроль Кремля. Всё остальное не имеет никакого смысла. Мы видим, на что идёт Путин в случае Украины, и у нас нет никаких оснований считать, что у Путина существуют какие-то красные линии применительно к Молдове. Пока что Путин рассчитывает достичь своих целей через так называемое «народное восстание», финансируемое из Кремля. И тут остаётся открытым вопрос, какую роль может сыграть и левый берег Днестра. Но когда я говорю эти вещи, я не хочу быть воспринятым в качестве паникёра, потому что мы не согласны с тем, что общество не способно ничего противопоставить. Да, мы можем противопоставить. Мы можем противопоставить консолидацию общества. Сейчас в обществе с участием не только политиков, а с участием гражданского общества идёт достаточно широкая кампания по информированию наших граждан, что означает европейская интеграция, в чём важность этого референдума. И мы считаем, что большинство граждан Республики Молдовы, это можно сослаться и на социологические опросы, выйдут на этот референдум и проголосуют за то, чтобы европейская перспектива была включена в Конституцию Республики Молдовы. И Майя Санду победит на этих выборах. Но в этой ситуации, конечно, должны работать и наши силовые структуры. Могу только сказать, что когда с этого мероприятия из Москвы прилетел окольными путями, по-моему, через Ереван или через Стамбул, не знаю, самолёт, то из этих участников этого мероприятия вытрасли больше миллиона долларов в наличность. Таким незамысловатым способом Кремль пытается финансировать подрывную деятельность против Республики Молдовы. И когда мы говорим про российская оппозиция, это дважды неправильное выражение, потому что это не оппозиция, нормальная оппозиция в демократической стране, а это наёмники Кремля. И они не прорусские, они антигосударственные. Поэтому ситуация у нас достаточно, скажем так, сложная. Но в то же время мы все тут вместе друг друга знаем. И без умозаключения институтов по изучению войн, я как гражданин Молдовы знаю, что Россия ведёт гибридную войну против Республики Молдова ещё с 1990 года, чтобы было понятно, когда 2 сентября 1990 года в Тирасполе была провозглашена так называемая Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика в составе СССР. Ключевые слова. И некто Анатолий Лукьянов, когда его депутаты от Молдовы спросили, что вы творите, он сказал, если вы подпишите союзный договор, эти республики исчезнут. Если нет, можете уходить, но без этих территорий. И Советский Союз развалился, но в 1992 году Россия развязала открытую агрессию против Республики Молдова. Не следует об этом забывать, когда мы сегодня говорим об ах-ах нехороших планах Кремля. Россия — это единственная страна, которая оккупирует часть территории Республики Молдова, единственная страна, которая попирает и наш суверенитет, и нашу территориальную целостность, и наш статус нейтралитета. Потому что 8 июля этого года исполнится 20 лет с момента принятия Европейским судом по правам человека решения по делу Илашку и других против Республики Молдова и России. И в том первом деле, в котором, в первом случае, когда Россия была осуждена, Европейский суд по правам человека признал Россию виновным как в разжигании конфликта, так и в его консервации, не говоря уже о массовых и системных нарушениях прав человека. Так что ситуация сложная, но я уверен, что Путин проиграет, потому что некоторые вещи в нашем обществе изменились необратимо. Мы уже не та Молдова в 90-м году. Мы уже не та Молдова, которая массово голосовала за бывших коммунистов, боясь, голосовала за прошлое, боясь будущего. Сегодня у нас есть приоритет, есть ориентиры, есть цель. И мы понимаем, что этот референдум, он и активное участие граждан в этом референдуме дает нам шанс сохранить Молдову в зоне мира. И я считаю, что большинство граждан Молдовы это прекрасно понимают. И повторяю, в который раз путинские планы провалятся. Спасибо вам за контекст, действительно исчерпывающе. Вы рассказываете, очень понятно. Но я бы хотел вас спросить, ОАЗу, вот конкретно, если сейчас посмотреть, вот грядут выборы в октябре президента, кто те политики, чтобы мы тоже их знали, чтобы мы фиксировали, кто те люди, которые сотрудничают с Кремлем, через кого деньги приходят. Мы-то все прекрасно знаем в Украине, как это работает, через подставных людей, которые представляют интересы Путина и России, вводятся огромные средства в медиа и так далее. Вот вы эти имена знаете в Молдове? Кто может пойти на выборы из путинских кандидатов? Давайте назовем эти имена. Нет, мы этих людей, безусловно, знаем. Не буду повторять одесский анекдот, когда американский чемпион пришел на молдаванку и произнес пароль здесь, посылают в космос и так далее. Вы, наверное, слышали этот анекдот. Долгое время предательство Родины символизировал Игорь Дадон. Но Игорь Дадон был побежден в чистую Майсанду. И сейчас Игорь Дадон очень хочет, так сказать, быть полезным небесплатно Кремлю, потому что он по-другому работать не умеет. Но он отошел на второй план. Могу только сказать, что я был тем депутатом, который написал запрос в Генеральную прокуратуру на предмет рассмотрения его деятельности в качестве бывшего президента предательства Родины. Потому что я не могу забыть, когда позорная ситуация, когда этот Игорь Дадон, появились видеоматериалы в 2019 году, по-моему, когда он диктовал формулу федерализации Молдовы и предлагал Лохотнюку, с которым символизировалось захваченное государство, заключить соглашение о коалиции с секретным пунктом о федерализации Молдовы в присутствии посла России. То есть, но вы понимаете, что одно дело, когда человека ловят на том, что он поймал курицу, его судят быстро и легко. Но когда человек предаёт Родину, то он прячется за плюрализм мнений. А что говорить о Илоне Шоре? Ну что же, это был мальчик на побегушках у того же Плохотнюка. Он действительно осуждён молдавским судом, но на 15 лет за участие в мошенничестве. Но он являет из себя яркий образец популиста, прячется преимущественно в Израиле, пользуясь своим израильским гражданством. Сейчас он, по-моему, находится в Москве. И в силу каких-то причин он стал инструментом Кремля в этой атаке, которую Кремль пытается проводить против Республики Молдова. И, конечно, есть круг людей, которые идентифицируются с Илоном Шором. Мы их знаем. И единственная проблема, которая сейчас у Кремля, не то что единственная, но это реальная проблема. Как я сказал, предателей много, но нет ни одного, который мог бы победить Майя Санду в честных выборах. И именно поэтому Кремль делает ставку не на честные выборы, и тот якобы блок, созданный в Кремле, он создан не для участия в честных выборах, а для того, чтобы сыграть роль политического Вагнера, провоцировать хаос, дестабилизировать ситуацию. Ну а дальше мы уже знаем разные прецеденты. Могут прийти и борцы с нацизмом, и защитники соотечественников. Мы весь этот набор клише знаем. Но я уверен, что мы сумеем противопоставить это единство общества и беспрецедентную подверг, которую пользуется сейчас Республика Молдова со стороны Евросоюза, со стороны Румынии, со стороны НАТО. Это у нас очень серьезное партнерство. Так что я воспринимаю это как инфекцию, с которой надо бороться. Средства достаточно эффективны, поэтому не надо впадать в панику, а нужно работать. В заключении такой специальный несколько вопрос. Может быть, просто интересно ваше мнение. Может быть, вы не занимаетесь этим вопросом, конкретно УАЗу. В Украине четко прослеживался всегда след влияния России через церковь, через церковные институции. В Молдове церковь, православная церковь, я так понимаю, в большинстве своем в подчинении Москве. Есть ли какое-то беспокойство по этому поводу? И все ли спокойно? Да, вы затронули очень серьезную тему. Не так давно Молдавская митрополия, которая входит в состав Русской православной церкви, достаточно активно участвовала в разного рода избирательных кампаниях. Не так давно. Сейчас Молдавская митрополия старается идентифицировать себя как отдельная единица, которая не подчиняется напрямую Кремлю и которая молится за мир. То есть без того, чтобы осудить Кирилла за его явно профашистскую позицию. В то же время, в начале 2000-х годов, после решения Европейского суда по правам человека, в Молдове начала действовать Бессарабская митрополия Румынской церкви. И как некоторые мои сограждане иронизируют, на Пасху у нас были аж два благодатных огня. Один благодатный огонь был привезен Молдавской митрополией, и в той группе, которая летала в Иерусалим, почему-то был один индивидуум, приближённый к Шору. Ну а второй вариант благодатного огня был доставлен в Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. Ну а сейчас в Молдове, ну я знаю, что среди священников, особенно вот эта фронтальная агрессия против Украины, привела к внутренней поляризации, и наблюдается достаточно интенсивный переход не только священников, но и общин в состав Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. Поэтому роль церкви как прямого агента влияния Кремля, она, конечно, у нас снижается, но при этом я не затрагиваю тему так называемой Дубосарской епархии, где сидит некто Волков Сергей, присланный в Тирасполь с нарушением даже внутри церковных канонов, и который там окормляет, в том числе, и так называемую Приднестровскую армию, единственная задача которой — это воевать против Республики Молдова. Но пока что там они на левом берегу, ведут себя достаточно тихо так, ниже травы, тише воды, и эта позиция связана с тем, что первоначальный блицкрик, задуманный Путиным против Украины, провалился, и Путину не удается выйти на юг Украины, захватить Одессу и так далее. Но тем не менее потенциальные риски существуют, но если говорить о влиянии церкви на политические процессы, то Русская Православная Церковь в лице Молдавской митрополии теряет свои позиции, соответственно, теряет возможности напрямую манипулировать нашими гражданами в интересах Кремля. Спасибо вам огромное, Оазо Георгиевич. Всегда интересно вас слушать, и правда мы переживаем и следим за тем, что происходит в Молдове. Это наша соседняя и дружественная союзническая страна, много похожего, не в том смысле, которым кремлевская пропаганда говорит, я был поражен, насколько один в один все, что они говорят о вас, они говорят об Украине. Надеемся, вы выстоите, и никакая Россия своими гибридными щупальцами не повредит свободный, процветающий демократической республики Молдова. Спасибо вам большое. Оазо Нантой, депутат парламента республики Молдова, гость этой части эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.